друзья всем привет не знаю насколько вам будет интересно такие видео но решила попробовать заснять здесь не будет построения у меня уже готовый эскиз я хочу просто показать как идет процесс именно работы с акварелью слегка уберу вообще по хорошему можно сделать еще очень много маленьких рыбок залить их маскирующей жидкостью но что-то мне лень я решила сразу приступать к заливке фона буду использовать верху цвет достаточно такой легкий скорее всего это будет что-то из бирюзового ярко-голубого но очень такое сильно разбавлены с водой а книзу особенно вот этой нижней части я буду затемнять умышленно делать более темный акварель потому что здесь я хочу дальше проработать белой гелевой ручкой да вот эти вот все красивые подводные деревья не знаю правильно как они называются и также у меня будет еще декоративные элементы напоминающие вот эти коралловые рифы вообще как вы видите я перешла от скетчей к более таким ну не сказать что сложным но более продолжительным на более осмысленным таким работам поэтому мне очень интересно как они вам заходят готовы ли вы работать со мной вместе дальше именно в таком формате да то есть если вам это интересно обязательно напишите мне в комментарии итак но что мы делаем я сначала возьму кисть флейц и так я беру флейц и флейц и начинаю аккуратненько прокрывать водой до верхнюю часть нашего листа не обязательно это делать прямо очень сильно да не сильно смачивая лист у меня нету задачи прям максимально его смочить потому что здесь у нас будет не полная нет края до края заливка работы поэтому если где-то не будет света ничего страшного буквально вот так вот мы смочим виду сейчас бирюзовый цвет так я буду использовать бирюзовый да и чуть-чуть ярко-голубого вот такой да вот такой очень нежный цвет давайте мы будем работать напоминаю бирюзовый и ярко-голубой это у меня из невской палитры рыбок стараясь обходить конечно брать краску из это не очень удобно ну что делать так я здесь прям умышленно оставляю вот такие полосы достаточно геометричные да такие четкие и аккуратненько уже простой кисточкой до прохожусь там где у меня контур у черепашки пока мокрая да мы можем себе это позволить растянуть это наш цвет и аккуратненько так и вот теперь ниже мы уже будем добавлять более темный цвет здесь я опять же смачиваю бумагу водой аккуратно можно даже лапу закрыть здесь нужно работать и быстро да и при этом стараться все таки более аккуратно прокрывать не заходить на наших рыбок они у нас будет желтого цвета поэтому нам желательно их оставить все-таки нетронутыми вот здесь мне нравится пока мукрая быстренько вот этот край залью на чтоб не было видно этого четкого края так что же нам взять давайте возьмем индонтреновый синий что ли еще у меня есть берлинская лазурь от низкой палитры до берлинская лазурь индонтреновый синий это у меня это у меня низкая палитра так начинаю достаточно аккуратно сильно его прям уж так и дрона не увожу но при этом стараюсь как-то обойти рыбака здесь самое главное не заползти до на рыб и при этом сделать плавный переход между бирюзовым и нашим более темным цветом я пока просто такой делаю подложку аккуратненько стараюсь обходить и вот сюда книзу да я уже могу смелее вносить более темный цвет напоминаю что это индонтреновый синий это берлинская лазурь опять же тут карандаш так очень слабо нанесла его уже практически не видно при этом не забываем да что у нас акварель при высыхании теряет свою насыщенность поэтому мы здесь очень работаем принципе нам нужно здесь работать сразу насыщенно видите да я тут обхожу наших рыбок максимально здесь у меня еще влажная бумага поэтому я могу себе это позволить и как бы аккуратненько растянуть этот цвет вот собственно говоря первый фон положен да пока у нас это все мокрое мы можем уже сюда вносить еще более такие насыщенные цвета нет еще индонтреновый на индиго у меня здесь появляется более такой темный можно даже каплю фиолетового внести сюда вот ближе к этому углу эти даже каплю розового добавим максимально вот этот угол мы затемняем пока есть такая возможность здесь видите да в принципе нормально легло растеклось поэтому можно оставить и так где-то если белые места остается мы их прокрашиваем на рыбке я вытираю кисть об салфетку и просто аккуратно забираю этот цвет синий который на нее тут наплыв можно здесь более тонкой кистью поработать главное здесь следить вот именно за водой до чтобы у вас было такое мокрое еще состояние на бумаги и следить за тональностью то есть если вы видите что цвет начинает уже высветляться мы снова вносим пока не затемнело да пока не высохла наша бумага носим эти цвета вот так вот я в принципе довольно пока можно это все дело оставить до полного высыхания смотрите как у нас очень сильно пасим посветлела до наша акварель и предлагаю переходить к черепашки здесь мы уже будем с вами использовать кисть потоньше я беру белку 6 номерок здесь нам самое главное показать сначала свет мы берем охру и в принципе можем прям даже сразу перекрыть это охра всю черепашку ох у меня тут еще кормим откуда-то взялся перекрываем охра и всю черепаху аккуратно до обходим глазик что ж такое что это такое у меня капли кармина здесь у меня куда-то перекрываем всю черепаху капец ничего страшного значит так должно быть старайтесь относиться к любым непредвиденным ситуациям в акварели по крайней мере что это так и должно быть потому что с акварелью иногда бесполезно что-то планировать она там сама вносит свои коррективы и стараемся сильно не расстраиваться да если что-то у нас ползет не туда все таки она женщина у нас характера акварель да и нужно все таки давать ей такую возможность проявить себя так вот перекрыли мы черепаху пока черепаха перекрыта можно в принципе перейти к нашим рыбкам у нас здесь будут желтые рыбки да и оранжевые и оранжевые что мы делаем что мы делаем мы берем у меня есть неаполитанский желтый можно добавить капельку оранжевого туда и более светлым видите какой светлый цвет мы наносим вот так вверх у рыбки дальше берем более камень оранжевый и можно даже тициан туда замешать аккуратненько и начинаем вносить и так середины этот цвет и книзу добавляем железоокисную все в наше это же и книзу уже уводим такой более темный цвет при этом мы стараемся сильно не вникать в детали да то есть как бы я не приверженец и такого фото в фото детализации надо мне чуть подальше делать видео ну так вот у меня есть неаполитанский желтый дату соберу неаполитанский желтый беру каплю кадми оранжевого и начиная этим цветом до вначале рыбки в нашу да вот на гребешок беру еще больше кадми оранжевого тициан и вношу вот сюда пока сыра да видите он у нас аккуратненько так переливается в серединку вносим дальше я добавляю железоокисную все сюда же видите на в ту же примесь в эту же смесь и снизу там где брюшка я уже прохожусь более вот этим темным цветом здесь уже плавник у нас какой-то появляется и хвостик показываем при этом хвостик как бы верхушка хвостика у нас тоже в принципе как бы на свету да сейчас покажу как это сделать чтобы не казалось однотонным то есть мы вот так заполнили промыли кисть и просто водичкой мы вот сюда наверх капнем у нас пигмент здесь сползет чуть-чуть вниз высохнет да и вот этот кончик хвостика у нас как раз осветлится все работаем все точно также со нашими со всеми остальными рыбками эти рыбки у нас другие они у нас более такие желтые поэтому мы смело берем даже можно взять кадмий лимонный то есть мы возьмем неаполитанский светлый желтый и добавляем туда кадмий лимонный и прям вот такой вот яркий лимонный цвет носим в нашу рыбку 2 у нас такие яркие такая же яркость теперь можно взять еще кадмий оранжевый чуть-чуть оттенить здесь гребешок здесь у нее тоже чуть-чуть вот так вот по полоске до полу по ходу там державры у нас идут мы оттеняем можно показать здесь небольшой у нас плавничок да по мокрому пусть растекается и хвостик чуть-чуть нужно еще выделить полет этим полосатеньким так что касается мелких ребёшек да я буду еще какие-то дорисовать цветным карандашом какие-то возможно даже буду простым карандашом но я также возьму железоокисную вот просто железоокисно и простой кисточкой буду делать маленьких вот таких рыбок разном направлении да просто кончиком да то есть я просто кончиком оставляю и вот как она у меня ложится я так и и делаю где-то прям совсем малюсенькие какие-то более крупные до забываем добавлять маленькие хвостики при этом смотрим за направлением этих рыбок ну и собственно говоря вот сделаем парочку таких маленьких рыбешек они у нас плавают стайками поэтому очень даже хорошо не будет смотреться ох как мне нравится главное не запортачить в конце потому что потому что все я думаю что такой шанс есть у многих скажем так не только у начинающих да но и уже у людей у которых есть опыт но которые допустим недавно взяли какой-то новый формат для себя они тоже могут натворить делов скажем так но здесь самое главное смотрите да ну чтобы была какая-то гармония чтоб их не было слишком много и при этом они были как-то направленные по всему по всей нашей картине все они внизу так они внизу палочку чтоб это не смотрелось как бы забором скажем так какие то можно прям покрупнее сделать такие рыбехи без глаз до чисто схематично просто чтобы было читаемо для глаз ну вот я думаю хватит еще парочку прям мальков таких нарисую маленьких возвращаемся к наши черепахи давайте с вами нарисуем панцирь смотрите нам самое главное соблюсти да такие дружественные цвета то есть если мы с вами вносили здесь железоокисную тициановую то конечно желательно бы было бы использовать именно эти цвета в примеси нашей черепахи смотрите мы с вами я ориентируюсь на референс вы в принципе можете попробовать сначала нарисовать карандашу смотрите что мы делаем мы сначала рисуем такой кубик небольшой на панцире черепахи смачиваем его частичку до нашего этого панциря и здесь я буду вносить железоокисную железоокисный цвет да по мокрому я вношу слушайте да в принципе смотрится неплохо и оливковым уже прям ввести попробовать оливковый цвет так давайте еще просто капнем водой вот сюда в угол да потому что нам нужно вымыть как бы сделать этот кусочек на панцире тоже объемным да то есть у нас где-то должно быть более светлая а книжу допустим мы еще внесем этот тицианова железоокисную только смотрите тоже тут сильно не переборщите здесь как бы тоже чтобы не было темноты такой кусочек получился так теперь берем кусочек побольше чуть-чуть вообще там миллиметрик отступаем оставляем эту нашу заливку базовую можно даже полностью вот так вот увести ее так опять же да то есть я где-то на свет вожу даже к 1 оранжевый так тициановый вы почему тициановый железоокисный к низу да и даже оливковый да то есть мы чуть-чуть вносим еще такого зеленоватого оттенка но при этом смотрите что я именно вкраплениями да то есть я не начинаю смешивать да эти цвета а я их вкраплениями то есть они у меня вот как и парень потекла так она и потекла я не заставляю ее смешать сети цвета в один какой-то серо-буро-малиновый то есть у меня прослеживается здесь и к 1 оранжевый и оливковый и железоокисный то есть все цвета прослеживаются даже можно еще ультрамарина чуть-чуть капнуть отсюда в уголок у меня ультрамарин затем нить вот какие-то вот эти места до более такие тоже такая у нас черепашка получается с вами следим вот за этой толщиной переходим вот к этому уголку здесь у нас такой небольшой уголок появляется выполняем вот этот хвостик у нашего панциря маленький треугольничек можно сразу взять железоокисный здесь конечно лучше использовать вот такие тонкие тонкие кисти да можно даже в один волосок если у у вас такие есть прям максимально тоненькие чтобы очень деликатно аккуратно показать вот именно края так можно пока сделать глаза давайте мы с вами возьмем ярко-голубой закрашиваем весь наш глаз за учетом блика то есть мы пока блик оставляем а весь глаз у нас открываем ярко-голубым но сильно разбавлены с водичкой блик мы оставляем так у меня есть краски от фирмы 812 они у нас вот с таким такими блесками чтобы их активировать необходимо их всегда вот так вот замачивать водичкой и ждать где-то минутку то точно чтоб у нас блески отошли до от самой краски и максимально густо мы с вами и и положили не знаю сейчас как у меня получится я конечно попробую вам показать но это дело очень долгое покажу вам начало буду потом рисовать без вас так мы с вами сначала начинаем просто ствол вырисовывать так и вот после того как мы с вами нарисовали основные до линии мы уже потом начинаем рисовать вот эти тоненькие ниточки то есть очень аккуратно и прям от каждой от каждого вот этого стволика здесь очень такая очень 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 деликатная конечно работа нужно смотреть за толщиной линии за направлением этой линии чтобы у вас все таки получилось именно такое морское дерево ну вот в общем вот в таком ритме мы с вами продолжим работать